Недавно я ездил с мастер-классом в город Никель, Мурманской области. Места там, конечно, суровые, но, вы знаете, полярный день меня очень удивил. И днем, и ночью светло, и классно. Погода неплохая как раз нам выдалась, и мы готовили с местными жителями блюдо за полярной кухней, которое называется помачка. Помачка. Мы готовили ее из трески, поэтому я, приготовив его там впервые в жизни, я подумал, что блюдо очень-очень крутое, и я хочу обязательно его запечатлеть на видео и рассказать о нем вам. Значит, ингредиентов здесь минималка. У меня кусок трески, 3 зубчика чеснока, сливочное масло и лук. Лука много. Три больших луковицы, я их порезал полукольцами. Я беру прям половину пачки сливочного масла. 180, пополам 90. Ну, 90. Просто отправляю на сковородку. Прям не жалейте масла сливочного, потому что это все-таки такое калорийное. И потом в конце увидите, почему еще важно большое количество масла. Лук весь сразу же отправляем сюда. Я сразу же солю. Для того, чтобы соль вытягивала влагу из лука во время тушения, мы не жарим лук, а тушим. Нам нужно его полностью до такого, знаете, вот мягкого, полностью готового состояния протушить. Сразу же добавляю черный перец. Ну, в моем случае это смесь четырех перцев. Прям я не стесняюсь, добавляю вот обильно перец. Потому что я перец люблю, каждый раз говорю, с перцем вкуснее. Тем более, что здесь всего лишь 3-4 ингредиента. Обязательно сюда нужно добавить один лавровый листик пополам, большой. И периодически помешивая, в большом количестве сливочного масла лук получается, что не жарится, а тушится. Именно поэтому нужно большое количество сливочного масла. Если масло будет растительное, лук сразу же начнет поджариваться. Что, в общем, не очень хорошо для этого блюда. Я не буду вспоминать исторические корни, потому что я пытался нарыть и в интернете, и в книгах какую-то информацию об этом блюде. Очень все поверхностно, поэтому вот этот вариант помачки, он, можно сказать, додуман, придуман мной. С точки зрения анализа, гастрономии, что в то время могло быть вот как-то здесь. Но, оказывается, и тогда сливочное масло тоже играло огромную роль в приготовлении этого блюда. У меня сушеный тимьянчик тут лежит. Я его немножко, пару щепоток, вот иголочки с веток. Лук в прижарке выделяет большое количество влаги. И он такой получается в собственном соку и в масле тушится, становясь мягким. И, вы знаете, из-за лаврового листа получается очень яркий, вкусный, насыщенный аромат. Кусок филюхи вот такой, от мощной-мощной трески. А, у меня тут, мне ее разделали на рынке. Но это прямо от головы, здесь нужно вырезать косточки. Так, это я на бульончик отправлю. А все остальное режу прям вот такими пластинками, не очень толстыми. Сразу же буду выкладывать на дно ковшика. Вот таким образом. Неважно, как вы выложите, главное, чтобы все ровненько закрывало дно. Влага от луга выпарилась, он начал жариться. Нужно тогда убавить огонь, чтобы он у нас не сильно карамелизовался. Все, лук продолжает тушиться. Кто это пришел? Алиса, ты что, чистая собака? Ты что, чистая, причистая собака? Помыли тебя. Что у меня получилось? Видите, вот такая прослойка трески у меня лежит на дне кастрюльки небольшой. И, соответственно, здесь у меня еще чеснок, который я нарубил мелко. И как только лук стал мягкий, такой тягучий, растушенный, пора добавлять сюда чеснок. Чеснок я перемешиваю вместе с луком, обжариваю буквально 30-40 секунд. Видите, какой мягкий лук стал, растушился и не очень обжаренный. Он должен быть такой, беленький. И тут буквально 30-40 секунд прошло, когда чеснок немножко, скажем, обварился в масле. Теперь я достаю отсюда лавровый лист, кладу его на треску. А, треску нужно немножко посолить. Лук у нас слегка соленый, а треска совсем не соленая. Теперь вот этот лук весь я перекладываю на треску. Все, до последней капли масла, до последнего кусочка лука аккуратно перекладываю, покрываю, покрываю треску. Масло перестало быть сливочным, вытопился давно тот водяной остаток, который у нас пенится всегда. Вот, смотрите, нужно вот таким образом закрыть треску полностью луком. Ровненько, я даже ее немножко приминаю. И поставить треску на огонь. Очень важно, как понять, когда пора высыпать лук уже на треску. Попробуйте лук. Лук должен быть вкусный сам по себе. Вот когда он мягкий, вкусный, все, лук готов. И его нужно управлять к треске. Смотрите, огонь я поставил небольшой, потому что если будет большой огонь, треска начнет подгорать. Вы теоретически можете внизу смазать маслом, но вы знаете, здесь достаточное количество масла в луке. Поэтому, когда я лук сюда положил, масло стекло вниз. Но все равно не нужно давать пригорать рыбе ко дну. Поэтому слабенький огонь. Видите, шуршит. Уже там процессы. Сейчас рыба нагреется, даст воду. Тушим не более 10 минут. Чем-нибудь нужно накрыть. Оп. Помимо всего прочего, для помачки мне нужен хлеб. Так, пару кусочков. Не очень толстых, потому что все-таки еды на тарелке должно всегда быть больше, чем хлеба. Прям в сковородке от лука осталось масло. Прям с одной стороны будет достаточно их обжарить. Нужно вот так даже протереть хлебом сковородку от масла. За это время такой сальсу из черемши. Стараемся как можно мельче нарубить черемшу. Это сезонный продукт. Вы можете, конечно, использовать микс каких-нибудь ароматных трав. Плюс лимон и немножко чеснока добавить, чтобы был вот этот вот чесночный привкус. Можно сделать соус чимичури, но это будет такой северный чимичури. Однотравный. В общем, мелко-мелко-мелко-мелко рубим. Видите, выделяется сок, черемша темнеет. Это то, что мне нужно. Так, давайте-ка я. Под ногами не тусуйся. Треска готова. Смотрим, что у нас с хлебом. Да, немножко поджарился он так хорошенько. Поэтому я его на сковородке оставляю, но сковородки выключаю. Черемшу нужно отправить в чашку какую-то. Обязательно сюда добавить пару столовых ложек рафинированного масла. Это может быть подсолнечное масло или оливковое для жарки я вот использую. Обязательно посолите, чтобы соус был вкусным. Вернее, не соус, получается, что это сальса или какой-то топпинг. Черный перец. И небольшое количество лимонного сока. Вы знаете, он не должен быть кислым. Но так как у нас там рыба, то кислота очень хорошо подойдет и к черемше, и к рыбе. Что у нас получилось? Вот такая прекрасная помачка у нас получилась. Вот сюда в черемшу, в никеле я еще добавлял панировочные сухари. Потому что панировочные сухари, они связывают выделившиеся соки, масло. Но вы знаете, у меня сейчас дома нет панировочных сухарей. Можете добавить там вот на такой объем чайную ложку. Все хорошенечко разомните. Или если есть черствый хлеб, можно на терке натереть немножко туда, знаете, чтобы он схватил жидкость. Потом обязательно попробуйте на соль, кислоту. Если мало, добавьте. Но идея в том, что вот черемша должна быть черемшой. Хотите модернизировать, обязательно добавьте какие-то дополнительные ингредиенты, которые, на ваш взгляд, будут сюда подходить. Но вообще это очень простое блюдо. Вкусно. Главное витамины, как говорит моя мама. Теперь помачка, которая у меня находится вот здесь. Треска внутри приготовилась. Лавровый лист оттуда выманиваем. Теперь все это нужно вилкой растолочь. Треска дала воду, поэтому после того, как вы ее растолкли, если вы понимаете, что получается помачка очень жидкая, тогда можно поставить на медленный огонь, немножко выпарить лишнюю влагу, или же вообще можно взять сито и слить лишнюю влагу. Но главное, тщательно растолочь вилкой рыбу вместе с луком. Вот почему я в самом начале говорил, лук нужно хорошенько растушить. Он должен быть очень-очень мягкий. В итоге большое количество масла здесь при остывании начнет стабилизировать и жидкость, и все вместе будет превращаться в такой рыбный паштет. Ну, по сути своей, это и есть рыбный паштет. В общем, вот такая густая масса должна получиться. Если вдруг чего-то не достает... Да, знаете, когда чего-то не достает, что нужно добавить? Сливочное масло. Все-таки это такая паштетная составляющая, и поэтому еще небольшой кусочек масла обязательно сделает нашу помачку вкуснее. Все-таки арктическая кухня требует внутрь себя жир какой-то определенный. Надо подумать, может быть, имеет смысл и использовать сюда какой-нибудь жир нерпы или еще. Кто мог там водиться какие? Или может олени какой-нибудь жир? Подавать можно по-разному. В никеле я делал так. Я брал вот как раз тост из хлеба поджаренного, помачку накладывал на хлеб, сверху черемшу, и мы так кушали, припевая рыбным бульоном. Рыбного бульона у меня нету, а помачка получилась такая, довольно, скажем, сочная. Поэтому я сделаю совершенно по-другому. У меня есть доска. Вот такая красивая очень тарелочка, в которую помачка и отправится у нас. Она немножко подстынет, масло завяжет ее. Ну, изначально мы ее подаем, например, как паштет отдельно в ресторанной подаче с гренками. Аромат шикарный, вы знаете. В общем, вот два ингредиента, треская лук, делают действительно поистине чудеса. Только рыба, конечно, должна быть хорошая. Ее можно заменить, например, ментаем, ее можно заменить судаком, ее можно заменить пикшей. Скумбрии не стоит заменять, можно заменить филе камбалы. Греночки, которые у нас идут вот сюда вот. Смотрите, ложатся. Вот на них-то и идет у нас черемша. То есть у нас гренки будут с черемшой. Блюдо поистине сезонное. Я уверен, что в отдаленных уголках России, там, где лето приходит чуть позже, например, чем в Краснодарском крае, в Москве тоже оно приходит не так рано, скажем, как на югах, как в Сочи или в Геленджике. Но, вы знаете, там в тропиках, субтропиках не растет черемша. Может быть, где-то она и растет, но это не такой популярный вид, как, например, в тайге, в Сибири. Поэтому, имея у себя в рационе черемшу, мы получаем огромное количество витаминов. Имея белую рыбу и хорошо протушенный лук, мы получаем такую субстанцию, я бы ее даже назвал какая-то рыбная каша. Ну, или если чуть меньше будет жидкости, соответственно, это рыбный паштет. Поэтому ложечкой берем помачку, отправляем, закусываем и радуемся, потому что это реально вкусно. Подписывайтесь на канал, подписывайте своих друзей, рассказывайте про наши интересные и замечательные рецепты. Приходите, оставляйте комменты, ставьте лайки. А я с большим уважением отношусь к Мурманской области и городу Никель и передаю ребятам огромный привет.